добрейшее веселейшее утро все пошла связь зуб пошел все пошло все двигается в этом мире главное знаете если но очень важное правило что его кстати царь соломон он выразил в конце экклезиаста последний вообще последний отрывок экклезиаста он звучит так вы да он говорит знает шикольдавар каждую вещь явила ким лимешпад аль коль дэйлам все скрыто и хорошее и плохое то есть всевышний каждое действие приводит на суд и хорошее и плохое и даже все скрыто скрыто это то что в мыслях сердце человека что это имеется ввиду имеется ввиду что у каждого действия есть последствия вот я сейчас нажал кнопочку оп свет зажегся нажал другую он стал другого оттенка нажал опять стал желтенький мне желтенький нравится теплый свет я люблю теплые цвета все теплое люблю то есть у нас с вами есть уникальнейшая удивительнейшая возможность своими мыслями своими словами и своими действиями менять свою жизнь то есть мы вот все до единого кто сейчас смотрит мой урок мы творцы по образу подобию бога творцы своей жизни что натворили то и получили что значит натворили то и получили и мы сейчас изучаем книгу быть в радости для тех кто хочет принял решение увеличивать в радости я например принял такое решение поэтому эту книгу изучаю у меня было решение вначале я хотел стать счастливым может два года учимся почти как стать счастливым вот я учусь учусь позитивная психология и в торе я выбираю те части торы которые учат как стать счастливым оказывается есть но в торе есть все есть много книг которые учат как стать счастливым я уже нашел следующую книгу мы будем которую учить она называется ляшов тоф тоф думать хорошо хорошо мне должны завтра и еще добавить эту же книгу по на английском она изначально было написано раф мэндель кальманс он ее написал один из раввинов к хаббатских которые живут в лондоне она альпиде шатоли хаим по подходу к жизни любавического рэба называется думать хорошо хорошо не просто хорошо а хорошо в квадрате квадрате будем думать хорошо хорошо но пока мы заканчиваем вот эту книгу и мы пришли уже к части каком мы изучили 4 или 5 надо будет повторить вот я забыл эти барьеров для радости что человека лишают радости что ему мешает и 19 инструментов как увеличивать радость сейчас мы перешли к третьей части третья часть это третья часть этой книги у нас она чем нам говорит она нам говорит о том что езжу чек и негативные эмоции что с ними делать то есть они есть что делать с негативными эмоциями как раз он нам дает советы сегодняшний совет вот я сегодня вам расскажу я лично не согласен например но как бы как говорится у каждого брама своя программа поэтому может быть он кому-то и помогает я считаю я считаю но я им не пользуюсь может быть когда нибудь я к этому тоже дойду значит но вот ну давайте я вам расскажу а дальше решайте кто хочет будет применять я расскажу как я делаю то есть у меня есть мой метод вот я сегодня его использовал у меня было сегодня утром ночью я проснулся в пять утра вообще как говорят знаете чтобы в расстроенных чувствах сердце бьется пульс высоте значит стресс показывает часы стресс и значит об то есть меня наполняли негативные эмоции причем они пришли во сне и это значит то чего начинает значит он говорит такую вещь а нет он начинает с рассказа давайте мы начали прочитаем как он пишет а я потом ну и потом обсудим да смотрите значит он говорит такую вещь рассказывает историю один парень по имени дидон дидеон есть такое имя дидон древнее имя он был значит в стартапе в одной компании которая занималась компьютерными разработками стартап он был ее директор этой компании и вот он каждый он рассказывал автор этой книги что он тяжелейшая работа очень нервная очень что все время что-то не получается что-то не сходится не разработ новые разработки много людей с которыми ты работаешь от которых ты зависишь от работы которых ты зависишь там инвесторы тут он говорит я целый день на этой работе она меня просто выжимала да прям тут написано я был выжатый после шалота вода после этой работы и дальше я еще ехал по пробкам в домой по пробкам значит все и говорит приезжая домой и тут если иногда вижу значит балаган такое слово балаган это беспорядок вижу балаган говорит дома которая мои сыновья оставили я теряю контроль над собой и кричу на них потом я говорить теряю после того как я теряю контроль и кричу на них после этих цаокот после этих криков значит приходит следующий этап мне стыдно я начинаю гневаться на себя зачем это на детей так накричал все и что он говорит мне вообще еще хуже становится я устал и они меня там сделали балаган я на них накричал в общем все у меня хуже некуда я его говорит спрашивай этого дедона ну так что и что ты думаешь делать это такой еврейский подход и коучинговый подход и дештальтные подхода и что что ты будешь делать такой да спросил его он мне говорит ну он говорит что я могу сделать я говорит понимаю что нельзя кричать на детей это плохой пример это ничего хорошего от этого нет но говорит а что делать если я взрываюсь у меня есть большое внутреннее напряжение на работе что мне делать тогда что ты будешь делать ну и что говорю ты будешь делать автор книги вы спрашивает он говорит не знаю пожал плечами я горит не знаю что делать и значит автор книги посоветовал ему следующую вещь он горит и когда едешь по дороге домой остановись где-то в лесочке там в каком-то месте и все что у тебя накопилось вы скажи вы скажи это значит чтобы она у тебя внутри мне было и даже значит вот он ему говорит остановись где-то и возьми для себя какое-то время высказать все что с тобой произошло не внутри держать весь давление это нам на работе тяжелые разные вещи ты можешь даже покричать там в лесу но не на но на но не на детей и он говорит что после этого начал так пробовать и он он сказал с улыбкой когда мы встретили следующий раз что с того момента как он начал кричать в между деревьями он у квартимат он почти не кричал на детей вот это вот из терресрек тоже она видна этот метод используется я слышал что в японии ставят бьют они там статуи не статуи куклы начальников там кто-то кричит кто-то и так далее он нам говорит такую вещь что сердце человека сердце человека это его как назовем это подсознание да ты человек осознает какую-то мысль которая у него в данный момент в голове но вот и чек осознал эту мысль куда она уходит она же не растворяется не исчезает эта мысль она просто проплывает сквозь сознание уходит подсознание у человека за день 70 тысяч мысль всплывают из подсознания в сознание и потом они опять погружаются в подсознание мысль в секунду 70 тысяч секунд в среднем человек бодрствует в день одна мысль в секунду 70 тысяч мыслей ученые говорят от 50 до 70 тысяч мыслей в день проходят сквозь его сознание и вот тут интересная цифра 90 процентов из них это что повторяющиеся мысли повторяющиеся мысли значит дураком и сразу отключаем кто вот кому не нравится зачем даже время тратить мы его просто блокируем и все хорошо теперь значит повторяющиеся мысли они приходят в голову человеку и если человек он негативный если человек он депрессивный если человек он гневливый дату ему эти мысли постоянно приходят в его голову и в этот момент он что может сделать автор книги говорит автор книги говорит что нельзя их оставить в подсознании и не дать им выйти он говорит что если ты эти мысли выскажешь то то они теряют как бы свою силу есть такая теория да эта теория ну то есть он ее не не изобрел и значит он говорит так есть люди которые миносим лейталем есть люди которые стараются отвернуться от ощущений от эмоций которые у них внутри и значит они пытаются с помощью каких-то систем духовных или психологических уйти от этих плохих мыслей думать только добро и дать и не давать место более значит более и различным негативным вот этим мыслям он говорит что это с его точки зрения неправильно нельзя от них отключаться нужно дать им место и время для того чтобы выйти причем здесь он приводит тоже одну такую идею которая идея история по торе мужчины и женщины у них разное мышление так всевышний сделал мужчина ориентирован на решение задачи решения проблем то есть у мышления она ориентирована на то чтобы решить проблему а у женщины мышление ориентировано на то чтобы поделиться проблемой то есть у женщины более партнерское мышление ей важно женщине важнее выразить то что ей было больно неприятно поделиться этим с мужем а муж хочет решить проблему а женщине не надо решить проблему и надо чтобы ее выслушали теперь о вот максим как раз мои опасения и высказывает сейчас давайте дойдем его значит его идея такая автора возьмите несколько минут в день он дает уже такое как практическое упражнение для выражения своей идеи возьмите несколько минут в день для того чтобы встретиться с тем что есть у вас внутри и не надо бояться своих эмоций они они есть то все равно внутри то есть не будете с ними встретиться да лучше и лучше их леотир лучше их осознать эти внутри эмоции негативные которые у вас есть и можно начать с нескольких минут в день для того а потом это продлить до часа в день время чтобы встретиться с тем что что у тебя внутри какие-то желания твои какие-то твои шейф от устремления твои и значит все с этим встретиться когда можно делать в комнате или где-то на природе значит но главное с этим встретиться теперь а теперь очень интересно давайте вот рассмотрим эту систему значит то у каждого человека есть внутри несколько ну различные я давайте на своем примере я сейчас расскажу как делаю я значит вот есть у меня есть какие-то вещи где я недоволен собой недоволен своей жизни недоволен много есть вещей что я могу внутри сказать что я недоволен но например я недоволен собой у человека говорить я собой недоволен я тут вел себя не так как я хочу но в тот момент когда ты вел себя так как ты себя вел ты же вел себя как ты хотел в тот момент вести что значит а теперь ты говоришь я вел себя не так как я хочу Как здесь все это понять и осознать? У каждого человека есть, с моей точки зрения, есть разные субличности, разные внутри, назовем это субличности. Теперь эти субличности, одна хочет одного, другая хочет другое. И вот у человека, который изучает позитивное мышление, позитивную психологию, значит, то есть та субличность, которая хочет изучать позитивную психологию, хочет быть позитивным, это одна субличность. Другая субличность, это маленький ребенок, который с детства, как ребенок добивается того, чтобы на него обратили внимание. У ребенка есть единственный способ добиться, чтобы на него обратили внимание, это плакать и кричать. То есть он маленький, он сам не может себя обслуживать. Каким способом он может дать взрослым сигнал, что ему плохо, хочется кушать или пеленки пора менять, он кричит. И вот он с детства приучается, кто-то больше, кто-то меньше, приучается кричать. Каким-то детям говорят их родители, ну окружающий мир, говорит им, смотри, кричи, не кричи, встань и сделай. Рыбу хотите? Хочу. Ну так встаньте и приготовьте. Так я нет, это я уже не хочу. Ну тогда лежите и не это самое, нас в детстве так учили. Значит, тогда лежите и не хотите. То есть если ты хочешь что-то, встань и сделай сам. Это некоторых воспитывали в такой концепции. И человек, воспитанный в такой концепции, он привыкает действовать. Другой человек, он привыкает жить в концепции, что первые, во всяком случае, годы своей жизни, что мне все должны давать. И он ждет, и чтобы ему давали, он вызывает у окружающих и у себя. Он же не хочет себя обманывать. Поэтому он реально, чтобы заплакать, он должен вначале себе доказать, что ему плохо. Потом он заплакал, потом он ждет, что другие сейчас, значит, его пожалеют, ему дадут то, что ему нужно. Это как бы вот так вот формируется негативное мышление. Негативное мышление или позиция «дайте мне». Дальше у каждого человека есть и позиция «дайте мне», и позиция «я сейчас встану и сам все сделаю». И у женщины, у мужчины есть обе эти составляющие, обе эти позиции. Теперь, когда человек, ему плохо, да, у него негативные эмоции, что это значит? Мы изначально, вот он приводил, как бы причины этих негативных эмоций. Причина негативных эмоций следующая. Первая причина – это природа человека, животное, и то, что ребенок, у него до возраста 20 лет не включается. До 13 лет, как бы вообще не включается, то, что называется доброе начало, да, духовное начало. До 13 лет он, у ребенка включено только его животное начало, то есть он развивается, но его душа, его там интеллект еще не собраны. Потом с 13 до 20 лет начинается возраст, который называется дильтипэшестры. На иврите типэшестры – это возраст глупости. Само слово «подросток» на иврите – наар. Наар – это тот, кто неустойчивый, его трясет. И вот этот вот наар, которого трясет до 20 лет, написано «Небесный суд, человека не наказывает за то, что он делает неправильные вещи». Потому что небесный суд ждет, что это как условный срок, за все его неправильные действия ему накапливается этот небесный срок. Ну, как бы какие-то наказания, карма, там, не знаю. И потом, после 20 лет, если он осознал, раскаялся и сказал, что же я такого делал, значит, надо было мне по-другому себя вести, ему прощается. Потому что он, ну, он уже стал взрослым в 20 лет. Но не все становятся взрослыми. Есть люди и в 50 лет дети, и в 70 лет дети, они всегда хотят от жизни только получать. Это детская позиция – дайте мне. Теперь позиция «дайте мне» вызывает у человека следствие какое «мне не додали». То есть тот, кто говорит «дайте мне», «мне все должны», «не додали». А когда мне не додали, то человек рассматривает окружающий мир с позиции «чего мне не хватает». И вот когда я сегодня ночью проснулся, я понял, что все мои мысли с вечера, я забыл вечером сказать, за что я благодарен Всевышнему. И когда ты забываешь закончить свой день, свое мышление тем благодарностью, за что ты благодарен, и посмотреть на то, что у тебя есть, на полуполные стаканы, поблагодарить и так далее, то я ушел в ночь с мыслями, которые мне не хватает того, здесь не так, как я хочу, тут не получается, тут не доделано, тут не так. Тут, значит, и когда ты включаешь внутри вот эту вот шарманку «мне не хватает», «дайте мне», «не додали», то в этот момент возникают негативные эмоции. Они возникают только по одной простой причине. Негативные эмоции возникают, когда человек, то, что у него есть, ему мало, не хватает, ему плохо, и он сосредотачивается на том, что жизнь идет не так, как он хочет. Как следствие, у него возникают все негативные эмоции, понятно. Теперь, что предлагает автор? Он предлагает осознать все эти негативные эмоции и их выразить, да, «мне плохо, мне плохо, мне плохо, мне плохо». Ну и польза от этого, как бы его позиция в этом совете, да, что спадет напряжение. То есть, если у тебя есть, тебе просто плохо, и ты не понимаешь, почему тебе плохо, и тут ты вытащил это наружу, и ты осознал, почему тебе плохо, то в этот момент спадает напряжение, возможно, возможно. Но напряжение спадает, но ничего же не меняется, ничего не меняется в этот момент. Ты осознал, теперь, а что дальше с этим делать? Вот у меня это произошло, когда ночью я начал осознавать, что мне не нравится в моей жизни, я тут же брал каждую из этих вещей и переворачивал ее из формата «мне не нравится» в позицию «я хочу». То есть, вот здесь мне не нравится, что там у меня не идет этот проект какой-то, да. Что я хочу? Хочу, чтобы он ушел. Как я могу это сделать? Вот так, вот так и так. Значит, оп, у меня уже есть некие цели, которые я понимаю, как мне к ним двигаться. И спасибо за то, что получается. Все, спасибо, полуполный стакан понятен. Полупустой стакан превращается в желание, в мечты. Я вижу, что я хочу, я осознаю, как я хочу это все исправить. Потом, значит, так я сделал со всем, что меня расстраивало. Я это осознал, превратил все это в цели и вернулся в полуполный стакан. У каждого из нас в жизни есть множество того, что уже произошло так, как мы хотели. И об этом не надо забывать. И когда ты сосредотачиваешься на благодарности, на том, что у тебя есть, на то, что у тебя было, на том, что у тебя было хорошо и так далее, то ты переходишь в своё мышление в бочку мёда, уходишь, вылазишь как бы из ложки дёгтя. Ложка дёгтя – это то, что тебе не хватает. Если тебе это не хватает, и ты берёшь место того, чтобы называть это проблемой и в ней вариться, ты превращаешь это в мечту, в цель и в план. Тогда ты уже не в бочке мёда и не в ложке дёгтя, в проблеме. Ты в мечте. Мечта – это как бы ты себе делаешь… Опять же, мечта – это очень хорошо. Когда ты мечтаешь, когда ты видишь… Опять, это тоже позитивное мышление – мечта. То есть, ты видишь то хорошее, что ты хочешь создать. Теперь дальше у меня как было. Утром я проснулся, и всё равно нет у меня радости. Нет у меня радости. Думаю, у меня же есть решение. Первый шаг, помните, какой? Это увеличивает радость, и это должно быть решением. Если есть решение увеличивать радость, я опять начинаю искать. И у нас есть 10 шагов к счастью. Это вот моя новая система. Есть бесплатный практикум, 4 видеоурока, где я рассказываю об этом. Значит, есть 10 шагов к счастью. Есть 19 инструментов радости, которые мы изучили в этой книге. Я начинаю перебирать, перебирать, перебирать. Думаю, что? Где же… Где не хватает? Где вот из этих 10 элементов где-то сбой? Как, знаете, бывает иногда трубы протекают, там ещё что-то. Где-то не работает. Узкое горлышко. Нашёл, что оказывается позавчера, помните, когда была ночная атака, слава Богу, спасибо Всевышнему, чудеса, он делает 300 ракет, дронов, там 120 крылатых ракет по 5-6 метров, 80 тонн взрывчатки. Представляете, летела на Израиль 80 тонн, и значит, всё, только одна маленькая девочка, арабская, бедуинская девочка, раненая, это чудо, слава Богу, жива, дай Бог ей здоровья. И больше ни одного в Израиле, ни раненого, ни убитого этой атакой. Можете себе представить, какие чудеса делает Всевышний? Но, это же мы по факту узнали, что это чудо. А когда они летели, когда после субботы вдруг объявляют, что на Израиль летят волны ратет, волны дронов, значит, Иран, всё, началась война. И это было, очень надо было сильно напрягаться, чтобы думать не о том, что Всевышний сделает чудо, и спасибо Всевышнему, который всегда делал чудеса, а думать, то есть, напряжение было очень сильное. И так как мы уже учимся про благодарность, про счастье уже с 7 октября, я всё равно верил, что всё будет хорошо. Но даже когда ты веришь, что всё будет хорошо, до 2-х, до 3-х часов ночи я не смог лечь спать и, значит, не выспался. И тут я понимаю, что всё очень просто. Когда человек физически плохо себя чувствует, когда человек физически не выспался, это очень важный параметр, который влияет на ощущение радости и счастья от жизни. То есть, один и тот же человек, если он выспался, и если он не выспался, это у него два разных восприятия окружающей жизни. Я подумал, что всё очень просто решается, надо ещё полчаса поспать, вот это именно то, чего мне не хватало, полчаса поспать, 2 минуты потанцевать, сделать зарядку, сделать дыхательное упражнение, оп, и опять все показатели в норме. Полёт продолжается, всё прекрасно, слава Богу, всё хорошо. Хорошо, спасибо Всевышнему. Да, значит, всё. Поэтому мы сегодня изучили два метода. Метод автора книги – это выразить то, что вызывает у вас негативные эмоции. Встретиться с ними, выразить, хотите кричать – кричите, хотите… Но главное выразить то, что у вас негативно, те негативные эмоции, которые есть у вас, выразить. Мой метод, он не выразить, я против того, чтобы выражать негативные эмоции, хотя он… То есть, я против того, чтобы их выражать, я за то, чтобы их трансформировать. Всё, вы можете попробовать и тот, и тот метод, и для себя определиться, какой метод для вас работает, какой вам удобнее, и дальше действовать этим методом. То есть, негативные эмоции, их причина – это надо найти причину, да, это может быть несоответствие реальности вашим ожиданиям. И в этот момент, когда вы… может быть плохой сон, может быть какой-то конфликт с кем-то, но в любом случае идёт первый этап – это осознание того, что вызывает у вас негативную эмоцию. Во втором варианте у вас есть два, как бы, действия. Первое, как автор книги советует, выразить это, сказать, выразить, прокричать где-то в лесу, вслух, или про человека здесь он не говорит. Он говорит, что выразить это между собой и между Всевышним, но выразить это, сказать, написать, покричать. Мой метод – это не выражать, а взять, когда вы осознали свою причину негативной эмоции, сразу же перевернуть проблему в цель и начать мечтать и действовать для реализации той цели. То есть, вам что-то не нравится – исправляйте или принимайте. Ну, как бы, стрессовать и сидеть в депрессии нет никакого смысла, оно никак не поможет. Передать свою негативную эмоцию другим людям, как говорит автор, любят женщины, да, то есть, поделиться своей негативной эмоцией. Я тоже считаю, что это не лучший способ, это мое мнение, потому что, когда ты передашь другому свою негативную эмоцию, он может тебе ее вернуть. И даже, скорее всего, вернет, потому что, как царь Соломонов говорил, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце человека отражает твое к нему отношение. Но ученые доказали, что зеркальные нейроны, они действуют бездумно, они просто зеркалят. Поэтому, если вы кому-то высказываете свой негатив, то вполне возможно, что он тоже войдет в негатив и выскажет вам свой. И у вас будет два негатива, свой и его, поэтому я не советую. Но, опять же, у каждого Брама своя программа, у каждого Додика своя методика. Главное принять решение, что вы хотите увеличить радость и счастье и искать способы, как это делать, чем мы и занимаемся. Все, всем спасибо, до завтра, всем хорошего дня, прекрасного дня, прекрасной недели, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, чтобы Всевышний услышал ваши благодарности, вашу радость и дал вам много-много способов и возможностей для радости. Все, всем удачи, успехов, счастливо, до завтра.